Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте. Гостью нашей студии это Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ» и заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Азиз Алиевич, добрый день. Да, здравствуйте, салам алейкум. Давно мы с вами не виделись, Азиз Алиевич пришел к нам на эфир в респираторе, но пока мы в микрофон и говорим, все-таки, наверное, без масок. У нас, да, у нас социальные дистанции, совершенно верно. Ну, я все-таки предлагаю начать с экономических каких-то вещей, ну, в частности, со вчерашнего выступления Владимира Путина. Слышали ли вы его, во-первых? Я слышал, как бы, ну, не целиком прослушал, но частично, потому что нам иногда очень часто бывает, что целиком слушать-то нечего. Так, в таком случае вопрос. Услышали ли вы то, чего хотели услышать? В каком смысле? Ну, вообще, в последние недели, да, бизнес ставит в упрек властям, да, то, что каждое обращение – это ни о чем. Нет, не услышал. В данном случае это тоже ни о чем. То есть те заявления, которые вчера были сделаны, я сейчас просто там озвучу, да, вот то, что говорилось вчера по поводу бизнеса и мер поддержки. Да, счетчики бизнеса ни о чем. Там, конечно, хорошо, что там докторам выплатили, ну, в смысле, обещают выплатить там кому 80, кому 50, кому 25, в зависимости от уровня его компетенции. Хотя, если это из-за того, что есть угроза заражения вирусом, то я бы считал, что всем надо поровну выплачивать, а не делить там. Вне зависимости от профессионального статуса. Потому что угроза не зависит от статуса, как бы. Если вот этот человек работает, например, иногда, может быть, даже там медсестра или санитарка больше общается. Больше опасности подвергается. Да, больше опасности подвергается. Так никто же это не считает. Я считаю, что всем надо было поровну. А у нас власть продолжает людей разделять и властвовать. Так, хорошо. А почему же вы... Ну, то есть социальные аспекты какие-то вы поддерживаете, это правильно. То есть выплаты врачам. Потом, учитывая, значит, в каком состоянии там здравоохранение так или иначе находится, как долго ее разрушали, какой дефицит кадров и как тяжело им, на самом деле, особенно среднему и низшему, как бы. И, ну, в том числе и врачам, которые не являются руководящими кадрами, в каких тяжелых условиях они работают с точки зрения заработной платы, например, там, да, то, конечно, я поддерживаю, что они вот хоть так сколько-то получат. Выплаты семьям с детьми, те, которые были вчера анонсированы. Тоже поддерживаю. Но не потому, что, как бы, поддерживаю, потому что поддерживаю, а потому что эти семьи тоже недополучали от государства. Мы с тобой, они много раз обсуждали, как бы, эту ситуацию, когда мы говорили, что вот хорошо людям там давать деньги или все-таки лучше создавать условия для того, чтобы родители детей, родители детей или там родители, которые в семьях там находятся и в которых есть дети, могли бы получать достойную заработную плату. То есть могли бы зарабатывать. Могли бы зарабатывать. Конечно, лучше, если бы родители могли бы зарабатывать. Но в ситуации, когда они... Зарабатывать негде. Они не только не могут вот тот мизер, который раньше зарабатывали, зарабатывали. И этот мизер они не могут зарабатывать. Да, конечно, это ситуация, которую, собственно говоря, наше государство нас, так сказать, засунуло. Да ладно? Да, я так считаю. Вы думаете? Это мое личное, как бы, вот, как говорят, оценочное суждение. Но это особое мнение, да, вы имеете право. Да, да, да. И, значит, в этой ситуации даже выплата таких сумм, это хорошо, это здорово, потому что, ну, ситуации, когда у людей деньги кончаются, мы знаем, что у многих, у многих нету никаких запасов, некуда брать деньги. И когда минимум 20% людей, как нам все время говорили, занятого в малом бизнесе, у которого нет денег на выплату, денег за эти выходные дни, которые государство, значит, даже не государство объявило, а, значит, Путин объявил, значит, выходными днями, непонятно, что это за дни. Я согласен здесь с юристами, которые в вашем эфире не раз выступали и говорили, полностью с ними согласен. Непонятно, что это, с правовой точки зрения, что это за дни. Никто не знает, как зарплату начислять за эти дни. Да, и никто не знает, там, уже там на свое усмотрение, кто-то вообще не начисляет, потому что и денег нету, и не за что, как бы, и доходов не из чего. Кто-то зачисляет, там, начисляет в двойном размере. Потому что выходные. Потому что выходные, там, кто-то просто в одинарном, потому что потом выступил там чиновник и сказал, что, ну, это, знаете, это типа выходные, но это не означает, что надо начислять там в двойном размере. То есть запутали все просто да нельзя. Так, меры по поддержке безработных, которые предложены, три месяца пособия в размере минималки 12 с небольшим тысяч рублей. Это все социально, Аня. Это все, что государство сегодня отдает из той кубышки, которую зажали непонятно для чего. На черный день. На какой черный день? Если бы люди сегодня были бы богаты, люди могли бы работать. Вот этот же бизнес, который четыре года, не четыре уже, с десятого года гнобит, так сказать, государство, был бы богаче, и у него способность к выживанию была бы больше. И, соответственно, защита населения, которое, значит, работало бы, оно было бы выше, и никто бы не ждал этих подачек, на которых они сидят как кащей бессмертный, как бы, и каждый раз оговаривают, ну, мы дадим, но тем не менее. Но в то же время там миллиарды рублей уходят на то, чтобы в Москве опять плитку переложить. Да, мы видели эти новости. Плитка, благоустройство, все что угодно. 16 миллиардов, если я не ошибаюсь. И салют. И салют. В честь 75-летия освобождения Брочеслава. Салют миллиардов на то, чтобы плитку переложить. Слушайте, какая плитка. Посмотрите на Киров. Нам не надо плитки. Положите нам асфальт, пожалуйста. Да можно даже без асфальта, мне кажется. Да, дайте бизнесу денег. Ямы, засыплите хотя бы гравием. Да не только... Это в Кирове так, а представляете, что в деревнях творится? В деревнях, которые рядом с Кировом не больше 100 километров находятся. Это невозможно. Люди не могут из церкви до кладбища довести, значит, покойников, чтобы покойник не перевернулся. Азиз Алич, хорошо. Социальные меры какие-то все-таки есть. И тем не менее есть претензии и есть пожелания. Они, кстати, озвучиваются. Озвучиваются уже не в первый раз. Пожелание каким-то образом субсидировать бизнес на выплату зарплат. Все, что пока говорит государство, это некие кредиты, как я понимаю, беспроцентные на выплату зарплаты, которые бизнес может взять. Как вам кажется, вот эта история, эта мера, она будет пользоваться популярностью? Пойдет ли бизнес за этими кредитами? Я не знаю, пойдет ли бизнес, но я бы не пошел. Почему? Ну, потому что что значит получить кредиты? Отсрочить свое банкротство? Сегодня дышишь, завтра нет, да? Ну, то есть, смотрите, март не работает бизнес, апрель не работает бизнес. Два месяца. Два месяца это одна шестая. От года. От года. Одна шестая это 15%. У многих, как бы, субъектов малого бизнеса нет такой рентабельности. То есть, где взять эту одну шестую? Где? Взять кредит, а потом возвращать? А сколько лет ее, этот кредит возвращать? И на каких условиях? И под какие гарантии эти кредиты будут? Ну, в общем, на самом деле... Вопросов больше, чем ответов. Вопросов больше, но, на самом деле, я считаю, что когда ты объявляешь что-то, например, что такое это объявление? Да, многие это понимают как запрет на работу. Во-первых, имеет ли на это право государство запрет на работу? Вот при таких условиях. В условиях повышенной готовности, значит, там, к эпидемии. У нас эпидемии-то еще и нету. Слава богу, что нету. Ну, извините меня, там, если я правильно знаю, то эпидемии-то когда 5% населения заражены. У нас сегодня 40, плюс там еще 40, там, ну, извините, я в цифрах могу как бы путаться, статистика... Не, ну, по Кирову статистика, может быть, не такая угрожающая, но если мы посмотрим на московские цифры, мы, конечно, понимаем... На Москве живет 12 миллионов человек. Сколько там больных? Много. Сколько? Ну, если я не ошибаюсь, там в районе 7 тысяч. В районе 7 тысяч. 12 миллионов человек и в районе 7 тысяч больных. Нет эпидемиологической обстановки в Москве. Но врачи, тем не менее, публикуют в социальных сетях какие-то совершенно жуткие истории. Нет, всю эту истерию начали, так сказать, органы государственной власти и средства массовой информации, которые контролируются органами государственной власти. Так, подождите, вот мы к этому вопросу немножечко попозже обратимся, еще про средства массовой информации и истерию поговорим. Но у меня вопрос. То есть вы считаете, что опасность преувеличена? Опасность преувеличена. И люди в панике, тем не менее. Те меры, которые были предприняты, вот эти карантинные меры, они обоснованы? Они нужны? Они нужны, но не так, как они это изобразили. То есть никому не работать. Значит, то есть люди должны предохраняться. Извините меня, никто не дает статистику, сколько человек умерло от пневмонии в прошлом году. Хотя по отдельным моментам там даются, оказывается, например, за те месяцы, которые у нас там коронавирус, там позапрошлом году умерло больше людей, чем в этом году. И это не потому, что у нас карантин. Карантин-то объявили как бы, ну вот-вот, буквально нам две недели. Понятно, что вот, ну, сейчас специалисты говорят, что мы тоже все читаем, смотрим, чего говорят. Но не всегда эта информация однозначная, она противоречивая там бывает, да, то так, то сяк там. Но что да, вот некоторые уже говорят, что вот коронавирус, там люди болеют три недели. Что там вот какие-то периоды. Пока еще никто это там сильно не отфиксировал. Но на сегодняшний день там не доказано, что от коронавируса умирает больше, чем от там свиного гриппа. Вы знаете, что в Кирове, вот если я правильно понимаю, что на самом деле больше заболевших свиным гриппом сейчас, который тоже вызывает пневмонию. Статистики по нему нет, я не могу сказать. Никто не дает и не говорит об этом. Почему? Потому что сейчас модно на государственном уровне говорить только о коронавирусе. Вы знаете, что сегодня врачи-эпидемиологи сказали, что не нужно делать различия коронавируса, это или свиной грипп. Все, кто болеют пневмонией, сразу вести и лечить вместе с теми, кто болеет коронавирусом. Знаете, вот сегодня я услышал это по радио. Это федеральные врачи говорят. Это федеральные врачи. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что опасность коронавируса в данном случае по сравнению с другими вирусами преувеличена. Но мы же не можем обвинять в этом только российские власти. Посмотрите, что происходит во всем остальном мире. Меня не интересует ли себя. И цифры Азиза Лич, которые мы видим. Вот я вам потом перешлю статью одного математика со ссылкой на статистические данные. И сами итальянцы подтверждают. И по нашему центральному телевидению эпидемиолог это заявил. Потому что так или иначе мы все смотрим эти передачи. Ну смотри, что происходит при этом, сопоставляя информацию. Оказалось, что по сравнению с тем же там 17-м годом в Италии за февраль-март умерло меньше людей. Чем за февраль-март этого года в Италии якобы умерло от коронавируса. Это о чем говорит? Больше, наверное. В прошлом году больше, чем в этом году. Да. С учетом коронавируса. В прошлом году больше, чем в этом году. О чем это говорит? Я не понимаю, почему итальянцы, если у них сопоставимо по месяцам, почему они делают из этого такую панику? Почему у них там типа вот отпевать не успевают, хоронить не успевают? Что это за паника? Кто это придумал вообще? Если у тебя в принципе все идет как бы стандартно, как и должно идти. Но сейчас мы поговорим о том, кому выгодна паника. Сделаем небольшой перерыв на 20 секунд и вернемся в студию. Продолжаем особое мнение. В нашей студии Азиз Агаев, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ», остановились на панике, кому она может быть выгодна. Ну хорошо, в Италии, ладно. Вот эту статистику, которую приводят, в том числе вы говорите на федеральных наших каналах, я ее тоже видела. Но то, что нам показывают там про Соединенные Штаты Америки, то, что сегодня там, да... А в Соединенных Штатах мы знаем статистику? Никто не знает. Знаем только статистику, которую нам дает государство или органы здравоохранения по умершим, по заболевшим. Хорошо, но тогда непонятно, кому это выгодно-то? А это выгодно всем правительствам всего мира. Зачем? Потому что на самом деле мир шел к экономическому кризису. Надо виновника найти? Они нашли виновника, коронавирус. Все правительства обелены. Потому что то, что они делали и как управляли, потому что все правительства идут по пути максимального контроля, максимизации контроля за гражданами. Все правительства идут в этом направлении. И ограничения свободы. И все правительства идут по пути увеличения количества денег, которые находятся под контролем. То есть количество денег в экономике стран, которые находятся под контролем органов власти. Для этого они увеличивают налоги, для этого они увеличивают всякого рода типа социальной выплаты, при этом получая в свое распоряжение. Посмотрите на наш бюджет, у нас все больше и больше бюджета находится, собственно говоря, под управлением непосредственно правительства, то есть Государственная Дума просто там тупо один раз утвердила и все. А дальше я вот еще, по-моему, 7 лет назад, даже не 7, больше как бы сказал, что нужно запретить президенту и председателю правительства принимать какие-то решения о том, чтобы какие-то дополнительные деньги выделять куда-то, не приняв закон об изменении бюджета. Потому что выступает президент и говорит, вот направим столько-то, извините, откуда? Есть закон, по которому бюджет уже распределен, и что ты в нарушении закона начинаешь говорить о том, что я направляю столько-то денег, получается, что это что, деньги президента? Президента? Слушайте, ну вот эта история почему-то не работает сейчас, вот в этой кризисной истории. Сказал бы президент, я направляю столько-то денег из кубышки на прямые субсидии людям по зарплате. Правильно, потому что эти деньги в интересах людей. Когда в интересах людей, трудно работает. А вот когда в интересах отдельных олигархов, легко работает. Триллион туда, триллион сюда. Ушло. Все, быстро приняли решение, мы даже не знаем, приняли, изменили бюджет в этой части или не изменили. Вот они попали под санкции, мы им дали денег. В конечном итоге оказалось, что вся энергетика Сибири под корпоративным контролем американцев оказалась. Кого? Американцев. Как так? Ну, потому что Дерипаска должен был уменьшить свою долю и отдать управляющей компании, которая находится под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки. А собственники-то там кто? Контроль утрачен. Мало ли кто собственники. Какая разница, кто собственник? Контроль утрачен над энергетикой Сибири. Как интересно. И много таких интересных моментов. Азиз Алиевич, но все-таки, смотрите, вот история с поддержкой и неподдержкой нашей экономики. Мне, если честно, я не знаю, вы испытываете сочувствие к нашим областным, там, региональным властям, и не только нашим, а всех остальных российских регионов? Властям? Да. Никакого сочувствия? Вам не кажется, что им очень сложно сейчас приходится? Им сложно приходится, потому что у них недостаточно грамотежки. Чего? Грамотежки. Некомпетентные. Да, грамотности, ага. И потому что они сами не зарабатывали, многие, многие, не все, а многие, не зарабатывали в своей жизни своими руками ни копейки денег. Они все время получали, когда заканчивалось месяц. Заканчивался месяц, из бюджета выделили деньги, они пошли, получили. Мало кто зарабатывал своими руками, как бы, деньги. Но им ведь не просто сейчас приходится. На них фактически скинули вот это все. Всю поддержку бизнеса скинули на регионы. Что значит скинули? Ну, скинули. И где она, эта поддержка? Она, что ли, есть? Так ее не может и быть, потому что бюджет... Может быть, почему не может быть? Давайте перенесем вот те предложения, которые уже есть. Давайте самое то, что на поверхности. Давайте перенесем обложение по налогу на имущество, там, по катастрофой стоимости на следующий год. Давайте, значит... Ведь вопрос в чем? У бизнеса возникает недостаток денег из-за того, что у них нет выручки. Извини, если у него нет выручки. Да даже по Конституции и по налоговому кодексу налоги должны иметь экономическое обоснование. Если у него нет деятельности. Какие налоги с него? Это вы сейчас говорите о том, что предприятия не работают, а налоги все равно им начисляются. Конечно. Конечно. Это должны были вопросы быть решены. Что касается там жилищно-коммунальных услуг, которые находятся в руках у тех же, так сказать, ну, ресурсоснабжающей организации, у тех же олигархов, так сказать, находятся. Почему нельзя резко снизить или сказать, что за эти месяцы не берется? И так этим олигархам полно выделено уже денег из-за того, что они там под санкциями. Возьмите это же там тепло, которое контролируется Виксельбергом в прошлом году, если я не ошибаюсь, или позапрошлом, он там триллион получил фактически из бюджета. За что? Потому что он под санкциями, потому что он потом по американским средствам массовой информации дает интервью о том, что как жаль, что он не может приехать в Соединенные Штаты, он всю свою жизнь связал с Соединенными Штатами, у него там дети, у него там бизнес. Я что-то такого не припомню. Есть такое интервью, поищите, оно есть. Это как-то очень смело. Смело со стороны кого? Со стороны Виксельберга. Учитывая нынешние политические реалии в России. Я бы хотел донести до, значит, властей финансовых и других властей Соединенных Штатов, что он так-то лоялен Соединенным Штатам. Так, ладно, все-таки возвращаемся, вот если на нашу кировскую землю мы вернемся. У меня никакого сочувствия к властям, потому что они не предприняли ничего для того, чтобы хоть каким-то образом разрешить эти вопросы. А вам не кажется, что у них руки связаны? Ничем не связаны. Они сейчас откажутся от части тех доходов, которые бюджет получает. Вот смотрите, розничная торговля. Что они будут делать в следующем году? Вот смотрите, розничная торговля. Закрыли все по розничной торговле. Надо было изменить просто формат. Надо было у входа в эту розничную торговлю. Поставить охрану. Поставить стол. Расстояние полтора метра. Продавцы в масках. И пусть работают. Мы даже знаем ситуацию, когда, например, это субъект малого предпринимательства Кировской области, который торгует товарами первой необходимости, то есть мылом, дезинфицирующими средствами и так далее, и так далее. Был закрыт, оштрафован полицией. А за что? Потому что вот сказали, что все должно быть закрыто. А вы работаете. То есть разве так можно? Можно прийти, разъяснить людям. Я считаю, что людям надо разъяснить, что нужно соблюдать меры предосторожности. Ну, опасный вирус. Ну да, вот он в отличие от других вирусов. Но я не специалист. Я говорю то, что я читаю у специалистов. Быстро распространяется. Он распространяется быстро. Он длится три недели. Если обычный грипп или такой вирус, мы говорим, там, семь дней или неделю, да, тут вот три недели, и на третьей неделе могут быть худшие как бы... И осложнения, возможно, да. ...могут появиться. Окей, вы разъясняете людям, скажите им, какие меры предосторожности и так далее. Смотрите, я к вам в маске пришел. Да. Я в перчатках пришел. Я и в магазин хожу в перчатках, и маски. И правильно делаете. Но есть меры предосторожности. Есть меры. Ну, окей, мы их соблюдаем. Какие проблемы-то? Нужно... Но, понятно, всегда найдется. И тот, кто... Ну, не все, как бы, он считает. Не все у него может быть в порядке, там, да. И вот он всегда найдется тот, кто захочет нарушить. А что сейчас, когда ты жесткие ограничения введешь, не найдется тот, кто нарушит? Да, конечно, найдется тот, кто нарушит. Мало того, продуктовые гипермаркеты, например, которые работают, ну, нет никакого... Нет никакой гарантии, что там народ не может заразиться. И нам уже говорят, возьмите упаковку, протирайте упаковку. Там же тоже достаточно большое скопление покупателей. Ну, о чем речь-то, как бы, все равно и более того. И, по-моему, если я не ошибаюсь, я, как бы, там, тоже читал, что Всемирная организация здравоохранения и эпидемиологи говорят, что все равно, значит, весь мир и все человечество заразится коронавирусом. Значит, проблема-то заключается в том, чтобы сделать пик заражения как можно более низким. Ну, поэтому, собственно, и введены карантинные меры, чтобы как можно меньше людей заразилось единовременно. Так зачем их всех дома-то держать? Кто сказал, что дома-то, вот, окей, приходят эти, значит, упаковку, приносят из магазина тебе, и никаких гарантий, что на нем есть вирус, нету вируса, нет. А люди от того, что сидят дома, они другими заболеваниями перестают болеть? Другими нет. Нет. Статистика, что меняется по другим заболеваниям? Я думаю, что нет. Кто отслеживает это? То есть мы сделали, значит, нужен был, как бы, нужна была причина, на которой все проблемы, которые есть в стране, причем не только в нашей стране, нужно было свалить. Свалили. Нужна была причина, которая оправдывала бы все ограничения свободы, вводимые в отношения людей. Так, подождите, все равно я не понимаю, Азиз Алич, вот сейчас я смотрю просто там федеральные какие-то вещи, телеграм-канал. Сейчас я вижу тот объем помощи, который, окей, в России там пока все очень мало, да, тот объем помощи, который вбрасывается во всех остальных странах в экономику, да, на поддержку и малого бизнеса, на поддержку и крупного бизнеса, и обычных граждан. Там огромные совершенно суммы. То есть вы считаете, что... 2,6 триллиона долларов в Соединенных Штатах. Вы считаете, что вот они готовы были вот так вот экономику свою подкосить? Это другой вопрос. Значит, объясню, видимо, у нас время ограничено, но я вынужден буду это объяснить. Да, полминутки. Да, смотри, 2,6 триллиона выбросило Соединенных Штатов. Почему? Потому что в той ситуации, когда была опасность, что экономика может остановиться в своем росте, вот это правительство, которое есть, оно сегодня не понимает, каким другим путем можно простимулировать экономику. Они стимулируют его вбросом этих денег. Куда эти напечатанные ФРС... Заметь, напечатанные ФРС денежные средства ушли в основном. Они ушли на покупку сырья, ушли на покупку других там, другого сырья, не только нефтяного, другого там сырья, каких-то там материалов, товаров из других стран, таких типа как Китай, Россия там и так далее, и так далее. То есть мы получили за свои ресурсы, которые мы продали, дополнительно напечатанные бумаги. То есть они-то свои проблемы решили таким образом, а мы решили... Мы что-то продали и получили за это бумаги напечатанные. В европейских странах тоже такая помощь есть, но есть помощь, которая, она оправдана, а есть помощь, которая не особенно оправдана. То есть зачем вводить ограничения, чтобы потом оказывать помощь? То есть зачем ограничивать неоправданно? То есть как вот я тебе по торговле как бы сказал. Зачем надо было сказать, что вот порядок теперь такой, что все... Все ходим в масках, дезинфицированные, и друг к другу не приближаются. Да, самообслуживание нет. Есть, как в советское время, прилавок, значит, товар висит, ты его видишь. Вот как бы и масса других таких способов есть по всем ситуациям, по всем бизнесам, которые можно было даже по ресторанам. Всех обязать, установить там трехметровые расстояния между каждым, значит, посетителем. Люди не перестали кушать. Но при этом поток, поток клиентов снизился еще до того, как закрыли всех на карантин. Азия Сагаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» и заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Мы продолжим после небольшой рекламы. Продолжается особое мнение Азиза Сагаева. Азиз Ильич, если я верно поняла, вы за снятие карантинных ограничений? Да, я за снятие в том виде, в каком карантинные ограничения существуют. Но вот я просто смотрю по вчерашнему, собственно говоря, выступлению Путина. Мы знаем, что это был такой круглый стол, виртуальный круглый стол с губернаторами регионов. И Игорь Васильев, наш губернатор, сказал ему, собственно говоря, что в Кировской области предприятия разделены на три группы. Это зеленая зона, те, кто не может не работать, да и работали. Это желтая группа, которые при соблюдении определенных мер безопасности могут выйти на работу. И это красная группа предприятия, которые не будут открыты до окончания срока действия карантина. То есть до конца апреля, как я понимаю, да? Да. В основном это малые предприниматели, которые оказывают услуги в сфере непродовольственного бизнеса, также места массового скопления людей, торговые центры, кинотеатры, спортивные залы. То есть я, если верно читаю нашего губернатора, я понимаю, что карантин до конца месяца не снимут. Ну вот как он объявляет, конечно, вот в том виде, в каком он объявляет, конечно, не снимут. Будут ли какие-то серьезные последствия в виде выступлений каких-то? Профильных, то есть не письма, вот те, которые сейчас пишутся от лица там у политических партий, профильных объединений предпринимательских в адрес губернатора, в адрес московских властей, там еще куда-то. А что-то вот, ну, я не знаю, прям митинги какие-то на улицах, еще что-то будет? Ну, люди решают по-разному свои вопросы. Вот я хочу сказать, что, например, Кировский союз промышленников и предпринимателей, значит, к которому обратились семь предприятий в связи с возникшими недопониманием, потому что чиновники не всегда понимают, какое предприятие там надо закрыть, какое не надо закрыть, вот просто там на всякий случай как бы, да. Вот как только они обращаются к Кировскому союзу промышленников и предпринимателей, то эти предприятия после того, как разберутся специалисты, они включаются в этот список и начинают работать. Системообразующие то самое, да? Ну, они сложно назвать как бы... В желтую группу они включаются. Да, да, они то в желтую, то в красную там, значит, включаются для того, чтобы работать. Потому что вот то, что сам губернатор вот это говорит, что я включил там в три группы, это как раз говорит о том, что карантин не оправдан. А, ну понятно, то есть кому-то можно работать, а кому-то нет. Не оправдан он сам по себе. То есть нужны некие меры ограничения для того, чтобы близкие контакты между людьми, особенно в массовом порядке исключить. Почему в массовом порядке нужно исключать? Об этом вам эпидемиологи, наверное, расскажут. Но, как я понял, для того, чтобы один человек сразу не получил массу вирусов одновременно, чтобы у него не была тяжелая там форма. Или не один, а десять от одного. Да, или не один, а там десять. Вот, собственно говоря, в чем как бы. А потихоньку-то типа заболевать можно. Ведь то, что включили красную, желтую и зеленую группы, это как раз говорит о том, что потихоньку заражаться можно. Но не всем сразу. Нельзя сразу заражаться. Хорошо. Азиз Алиич, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот просто ваши рекомендации такая. Вы же говорите, да, что смотрите федеральные каналы. В социальных сетях у нас сейчас идут такие достаточно жаркие баталии по поводу того, зачем, собственно, СМИ себя так ведут. То есть зачем вот это вот все каждое утро, как сводки с фронта. Там две тысячи умерло, здесь тысяча умерло, здесь там еще сколько-то умерло, заразилось, перевалило за миллион. В России перевалило за десять тысяч заболевших. И каждое утро, и каждый день в обед, и каждый вечер это все повторяется, 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 накачивается. Кроме того, идут совершенно, ну, такие натуралистичные статьи, там, от лица врачей, например, которые работают с пациентами зараженными и рассказывают о том, как плохо себя люди чувствуют, да. Вот это все зачем? Чтобы мы сидели на карантине? Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Нет, ну, там, финансирование СМИ, это как бы, там, второй вопрос, да. А задача-то какая поставлена перед ними? Запугать всех? Ну, задача-то... Просто психологи уже говорят, что у людей панические атаки, особенно пожилых. Да, 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 задача-то исходит из того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. Потому что бизнес ведь не сам по себе в таком состоянии слабом находится. Бизнес находится в слабом состоянии, потому что его гнобят буквально последние десять лет. А иначе бы он был бы в другом состоянии, он бы спокойно воспринял там, ой, окей, надо на два месяца закрыться. Ой, ладно, пойдем погуляем, да. Да, да, ну, что делать-то сказать, да. Почему у бизнеса теперь такая паника? Потому что у них нет запасов. Вот послушайте, там, по федеральному каналу Кувшинова там выступала Лена, да. Что она сказала? Она сказала, я выплатила за март, я выплатила за одну неделю апреля, если, ну, если я не ошибаюсь, там можно как бы... И у меня больше денег нет. Все. Подушка кончилась. Идите, направляйте на нее. И вот в этой ситуации государство продолжает неправильно себя вести. Так, вам обязаны работодатели. Они не имеют права сделать то, не имеют права сделать то. То есть власти толкают людей на конфликты. Власти или там арендодателям, арендаторам, например, говорят. Так, арендодатели не имеют права с вами там. Ну, окей, окей. Должны вам предоставить отсрочку или скидку. Должны вам предоставить. Вы должны людей ориентировать на то, что... На что? На то, что сегодня очень сложная ситуация. Из этой сложной ситуации мы можем выйти только вместе. То есть вся эта истерия по центральным каналам, и не только по центральным каналам, это чтобы отвлечь людей от экономической части. От экономической и политической части. Потому что это стыдобо с изменениями в Конституцию, которое происходит с подачи президента. Это стыдобо, правовая стыдобо. И всякая другая, которая происходит с подачи президента, ее тоже надо прикрывать. Посмотрите, не случайно прикрыли интервью президента ТАСС. Перестали публиковать. 20 вопросов Путину, по-моему, называлось. Мне особенно запомнилось, что у нас все, кто получает 17 тысяч рублей, относятся к среднему классу. Молодцы, я вас поздравляю. Уж такой средний класс, Аси Савельевич. Такой уж средний класс. Оказывается, мы среди тех, даже опережаем ведущие страны, потому что у нас 70% населения, оказывается, такого. Это о чем говорит-то? То есть вот это вот для того, чтобы отвлечь. И в конечном итоге, если все вдруг хорошо получится, а все хорошо получится на самом деле, потому что не страшен черт так, как его молюют. Потом сказать, смотрите, как мы справились с таким ужасным печенегом и половцем, или как там говорят, твари, твари космические на нас напали, и мы как с ним справились. Так что, люди, не будьте дураками, скоро выборы сбросить Единую Россию, сбросить других представителей, которых направляет нам для управления президент, и выбрать нормальных людей, для того, чтобы управлять нормально регионом. — Азиз Агаев, в нашей студии у нас остается 5 минут до конца эфира. Я бы хотела, конечно, вас попросить прокомментировать ту... Я вот все-таки считаю, что это политическая новость, да, это арест и там домашний арест для вице-губернатора Андрея Плитко и министра лесного хозяйства Алексея Шургина. На прошлой неделе история случилась, да, я бы попросила сейчас поставить нашего звукорежиссера кусочек аудио. Это трехлетней давности кусочек программы. Вы там говорили про наведение порядка в лесу. — Что сделала команда Васильева за прошедший год? — А лес? — Что лес? — Наведение элементарного порядка. — Ну, не смешите меня, пожалуйста. Значит, сначала мы давим тех, кто реально делает в лесу дела, а потом пытаемся на их фоне еще и за счет их и на их фоне пиариться. Ну, не совсем, как бы, вообще корректно все это наведение элементарного порядка, когда в чьих-то определенных интересах, так сказать, это делается. А все успехи в лесной отрасли достигнуты за счет тех предпринимателей, которые в этой отрасли работают. И они до Васильева принимали решение так или иначе выходить из тени, я вас уверяю. И это была в том числе заслуга общественных организаций, заслуга тех, с кем они консультируются по ведению, так сказать, бизнеса, да. И вот те, кто реально развивается, реально делают дела, они делали это сами, без, значит, Васильева. Была попытка команды Васильева одним из самых лучших из них, так сказать, помешать. Но, слава богу, она не очень удалась у них, вот эта попытка. И сейчас есть у нас классные реализованные проекты, пусть пока еще не до конца конфликта разрешены, но есть еще и предприниматели, которые и без всякой поддержки прекрасно работают и прекрасно платят налоги в бюджеты во всех уровнях. Единственное, что они начинают задавать вопросы, пока, может быть, про себя и не слишком громко, но задают вопросы. Вопросы какие? А что мы платим столько налогов, и мы хотим понять, когда эти налоги будут направлены на позитивные изменения. Так, вот этот вот кусочек. Этот кусочек, я напомню нашим слушателям, программа вышла в эфир незадолго до выборов Игоря Васильева, губернатором Кировской области, в тот момент, когда он был уже исполняющим обязанности. И тогда мы помним этот лозунг «Наведение элементарного порядка в лесу». И вот проходит три года даже... Там не только элементарная порядка в лесу, там было наведение элементарного порядка... Вообще по всей области. Да, и вы помните мой небольшой конфликт с губернатором во время заседания правления Вятской торгово-промышленной палаты, когда я пытался ему сказать, что нужна площадка для того, чтобы обсудить реально, как развивать дальше экономику области. Ну вот все-таки, если мы говорим про лес, тогда наведение элементарного порядка в лесной сфере после ареста Никиты Белыха, который погорел как раз тоже на лесе же на нашем. Это был один из лозунгов. И вот мы что видим, там через два с половиной года, собственно, после этой программы, вице-губернатор Андрей Плеткочек, который курил в том числе внутреннюю политику, не только лес, задержан, причем вроде как с поличным. Не знаю, насколько там все, что нам показывают, соответствует действительности, но тем не менее за взятку в три с лишним миллиона рублей. Три и четыре. Три и четыре. Причем это часть только. Я просто не понимаю, как это вообще может быть-то. Ну то есть не 10 лет прошло, не 15, а здесь Алиевич. Как? Или это подстава такая? Нет, вы знаете, ну тут есть несколько аспектов. Психологический аспект заключается в том, что когда человек отвечает не перед людьми и начинает чувствовать себя хозяином на территории области, потому что его судьба не зависит от того, как оценит его работу на территории области, а зависит от того, как оценит наверху. Вы сейчас про какого человека говорите? Васильева, Плитко, не важно, Чурина там, да, да, да. То эти люди начинают себя чувствовать местными князьками. То есть я князь, значит, как скажу, так и будет. Две минуты у нас. Значит, в результате получается, что, ну, дальше что делает человек? Независимо ни от кого начинает создавать невыносимые условия для бизнеса в лесу. А потом, причем в этом участвуют в том числе местные товарищи, те, кто не может участвовать в создании невыносимых условий, те уходят из Министерства лесного хозяйства, зато подбираются те, кто готов участвовать в создании этих невыносимых условий для бизнеса. И потом в какой-то момент там бизнесмену, которого там зависит судьба, от того выделят ему участок или не выделят участок, ему кто-то там из, значит, подручных князька там шепчет, слушай, князю надо дать столько денег, и проблема будет решена. Вот это такой вот аспект психологический, преступный, так сказать, аспект. А что касается экономический аспект, смотрите, никто не ставил никаких целей по развитию лесного хозяйства, никто не утверждал никаких целей. И, соответственно, спросить-то что? А раз спрашивать не надо, то на каком уровне? Мы уже это обсуждали. Если нет поставленных показателей, целей, ну и любое достижение будет считаться... Успехом. Да. Вот в этом смысле губернатор поступает абсолютно правильно, до сих пор не утвердив стратегию развития Кировской, так сказать, области. Так, у нас полминуты буквально. Скажите, пожалуйста, арест Андрея Плиткова на судьбе и перспективах, там, да, и карьере Игоря Васильева как-то скажется? Как настоящий мужчина он должен уйти. Губернатор. Да, потому что это его друг, он не первого такого человека приводит, который то ли убегают отсюда, то ли, значит, там делают неправильные дела, там, то ли там так или иначе. Я считаю, что если он считает себя как бы вот, ну... Ответственным. Ответственным человеком, да, то он просто должен подать прошение об отставке. Сейчас или позже, после того, как закончится эта эпопия? Прямо сейчас, от того, что есть он или нет, не зависит ситуация коронавируса на территории Кировской области. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Особое мнение на этом завершается. Всем до свидания, Азиз Алич, спасибо. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM